В этот весенний солнечный день школа живописи Киры Мирошник в самом центре Монреаля отважилась на первую выставку. Конечно, первый волнительный вернисаж ждали взрослые и особенно юные художники. Я ставлю альбом на фейсбуке, увидела, какое количество работ за три года. Я решила, что надо, пора делиться, пора выходить в люди, показывать жителям Монреаля, что мы сделали. Первый набросок, он всегда пугает, но под руководством Киры мы дошли до финала, который представлен здесь. Я провожу также мастер-классы по живописи для взрослых, люди, которые практически не рисуют. Я разработала такую методику, в которой они могут за один раз нарисовать картину. Я даю им инструкции, они по этой инструкции пишут картину, вдохновляются и приходят потом рисовать. А некоторых захватывают, и они уже продолжают заниматься этим серьезно. Ира как преподаватель, как педагог, она мне помогла развить, скажем, хоть немножко, как я думаю. Ибо кто-то все равно нужен такой человек, который бы ввел тебя в таких вот начинаниях. Если есть искорка, тот человек, он ее разожгет. Яркие, солнечные, наполненные жизнью картины студентов – шанс выжить в пятимесячную канадскую зиму и сохранить душевные силы. Любая техника сгодится. Карандаш – вот работа девочек 11 лет, или тонкая акварель, или 3D-масло. У меня две картины. И первая – это там, и вторая – в другой комнате. Ну, акварель и масло. Есть результаты реальные, которые нравятся и другим людям. И вот так вот я стала рисовать это как некая душа, она даже, я бы сказала, как хобби, но с удовольствием. Цветотерапия существует. В тот момент, когда ты работаешь, ты думаешь о том, какой цвет положить, какую композицию выбрать. У тебя мозг занят, у тебя нет времени на депрессию, на уныние. И как бы образ жизни становится совершенно другой. Писать, рисовать в любом возрасте возможно. Об этом и выставка. Главное – все в удовольствии. Я стараюсь давать базовые знания рисунка академического. И мы изучаем также методы и принципы современной живописи. То есть технику акварели, пастели. То есть все, как бы пытаюсь охватить необъятное. То есть немножко акварели, графики, живописи маслом. То есть всего понемножку. Тут можно выжить в бушующем море, уйти в восход или в Монреальскую улочку, попасть в жаркую жатву, медитировать в регате и вернуться окрыленным. Ведь Унка нашел маму. Очень доволен. Уже полтора года и прогресс налицо. Вот ее картина. Видно, что там учат, как положено. И открывают в детях художественный талант. Столько учеников. Это большое достижение. Это ее характеризует как человека, как педагога. Что люди ей доверяют. Что люди считают, что она может. И что-то дает им. И без этого ничего бы не получилось. Когда ученики стали на крыло и благодарны учителю, бесценно. Ведь жизнь, не только дом-работа, всегда есть место прекрасному. Она дает возможность себя проявить совершенно не спеша. Я думаю, что это очень важно, когда ты хочешь выразить себя в искусстве. То есть я ее оцениваю как спокойный, профессиональный преподаватель, с опытом. И понимающий каждого человека в отдельности. Потому что это очень важно. Спасибо большое Кире за ее вклад, за ее развитие в художество наших детей. И я желаю этой школе развиваться. И развиваться. Успехов. Я им могу пожелать еще больших успехов. Больше выставок подобных. И возможно даже крупнее выставки. И кто знает, может быть мы будем еще в будущем сильно гордиться этим, что мы были учениками. Да. Совершенно верно. Так что удачи ей. Конечно, я благодарю всех моих студентов за доверие, за помощь в организации. Я благодарю родителей. Спасибо огромное, что вы пришли, поддержали. И я думаю, что это для нас очень важное событие. Спасибо. Спасибо.